ЗАПАДА 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 Есть ли в его призыве протест против нашего присутствия здесь? Ему ответили, нет. Тогда он сказал, пусть в таком случае кричит Азан, у него красивый голос. Представляете, он, видите ли, позволяет этому бедолаге кричать Азан. Поэтому, если сегодня ислам, азан и мечеть не будут выступать против присутствия Америки на землях мусульман, то пусть такой ислам будет и дальше. Но если ислам будет отличительной политической системой, отличительной экономической системой, если он положит конец размещению у нас филиалов МВФ, ВТО, Всемирного банка и всех остальных институтов капитализма, то у нас однозначно будут проблемы с Западом. Соответственно, до тех пор, пока люди будут направляться к исламу природным, инстинктивным, разумным, интеллектуальным, каким угодно путем, Запад будет вмешиваться в этот процесс. Он будет пытаться умерить ислам согласно своим интересам и скажет, давайте-ка мы его немного поменяем. Скажет, все мы братья в религии, в том смысле, что, мол, мы все потомки пророка Ибрагима, а значит, мусульмане, иудеи и христиане одинаковы между собой. Да, у каждого из нас своя религия, но все они имеют одни корни, начиная с Муса, алейхиссалям, продолжая Иса, алейхиссалям, и заканчивая Мухаммадом, а значит, все три религии равноценны. Вот такую мысль они преследуют под так называемым диалогом религий, желая отрезать от ислама его системы жизни и уравнять его с остальными религиями. Запад свел на нет или исказил недавние революции мусульман. Мы поднимали революции, находясь под узурпацией Америки и Европы, при том, что разведслужбы западных стран не смогли предугадать начало революции, которые подняли мусульмане. Когда же поднялись революции, Запад тут же попытался сбить их с пути. Того подкупил, тому заплатил, того привел в движение и такими способами добился желаемого. В прошлом он удалил ислам с политических кругов, заменив его иными идеями, как, например, социализмом, смешав его с исламом. Его так и назвали – социалистический ислам. С чего это социалистический? А потому что сподвижник Абуззар, ради Аллаху Анх, хорошо относился к слабым и бедным людям. Социализм тоже хорошо относится к слабым и бедным, а значит, ислам социалистический. Потом они заявили о капиталистическом исламе. С чего это капиталистический? А потому что сподвижник Усман, ради Аллаху Анх, обладал крупным капиталом, вел бизнес, а значит, среди сподвижников существовал капитализм. Теперь они говорят о демократическом исламе. С чего это демократический? А потому что у нас есть шура. Уже придумали и новый термин – шурократия. Исказить ислам и лишить его изначального содержания – это стало последней линией обороны Запада. Я хочу повторить еще раз, что когда мы говорим об исламе, то говорим о политической системе. Когда посланник Аллаха находился в Мекке, то она своей несправедливостью, угнетением и репрессиями была очень похожа на современную Америку. Посланник Аллаха выступил, порицая торговцев, обвешивающих на весах. Он так и сказал – горе обвешивающим. Таким образом, он атаковал не только само обвешивание, но и тех, кто им занимался. Он заявил, что горе будет тому человеку, который обвешивает других на весах. Таким же путем он атаковал главенствующую в городе идею, так называемую идею поклонения тому, чему поклонялись отцы. Он атаковал сам метод их мышления. Так и сегодня мы должны атаковать капиталистический метод мышления, идеи компромиссов и отказов от части ислама. Если ты последуешь их методу мышления, то отклонишься от своей цели. Ислам с первых дней не спасла ни откровения Мухаммаду, саллаллаху алейхи васселям, пришел к нам революционным путем, желая поменять обстановку жизни полностью. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи васселям, не соглашался с главенством в Мекке Абу Суфьяна, порабощающего людей. Он не соглашался с главенством Абу Джагля, Валида ибн Мухиры и прочих им подобных. Не соглашался с господством обвешивающих на весах, закапывающих заживо дочерей. Не соглашался с господством тех, кто ущемлял людей ради материальной выгоды. Ислам пришел, чтобы изменить эту ситуацию, а не мириться с ней. Такой ислам Америка не желает видеть. И по этой причине она разворачивает среди людей диалог религий в желаемом для нее формате, с единой целью – лишить ислам его изначального содержания. Точно так же, как до этого в 60-х и 70-х годах лишило содержания социализм, пропагандируя заново так называемый национал-социализм. Был поднят лозунг французского социализма. Откуда вообще взялся французский социализм, итальянский социализм? Создали партии, назвали их социалистическими, те подняли социалистические лозунги и заполучили симпатии людей, чтобы те не симпатизировали компартии в Советском Союзе, дабы она не влезла в Европу. В итоге идея социализма в Европе лишилась своего содержания. А сегодня Запад точно таким же путем стремится лишить содержания и ислам, чтобы тот не имел сил избавить человечество от гегемонии капитализма.